И к другим темам. За месяц число желающих вакцинироваться от коронавируса в Ульяновской области возросло в 4 раза. По информации профильного ведомства, запас препаратов в регионе достаточный для бесперебойной работы как минимум в течение 5 дней. При этом новые партии вакцины прибывают в область в соответствии с графиком, а затем распределяются по лечебным учреждениям. Этот торговый центр в спальном районе Ульяновска в период локдауна практически пуст. Большинство отделов попросту закрыты, так как не торгуют теми товарами, которые можно отнести к предметам первой необходимости. Но одна из частей ТЦ заметно отличается от остальных. В пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции выстроилась приличная очередь. Руководство торгового центра Альянса сказало, в любом случае, даже если они все отделы закроют, пункт вакцинации останется работать. И они для нас его откроют. То, что вы здесь и увидели. Но количество людей увеличилось в разы. Это буквально третья неделя. И прививаем мы более 700, ну вся поликлиника, более 700 человек в сутки. В данном пункте прививали 128 человек в день. Для Сергея эта вакцинация не только защита от заболевания, но и своеобразная производственная необходимость. Ну, Киркот нужен. У меня частые командировки по России, а сейчас везде нужен Киркот. Также гостиница селится, ресторан, в кафе сходить. Ну и второе, чтобы тяжело не заболеть коронавирусом. Следом второй компонент вакцины получает Андрей. Мужчина отмечает, что теперь будет чувствовать себя спокойнее. Что первый раз хорошо перенес, что второй раз, пока, как говорят, еще не понял. Не знаю, там говорят, что-то температура поднимается, немножко бывает. Ну, первый раз вообще перенес, никакой температуры не было. Болеть я не болел, у меня как бы жена болела. Ну, меня как бы, бог миловал, почему-то я сдавал эти антицелавы, у меня их не оказалось. И потом, раз не оказалось, значит, нужно что-то предпринимать. Пенсионерка Людмила Тимофеевна в свое время уже сделала прививку от коронавируса. Пришла узнать, нужно ли ей проходить ревакцинацию. После первой процедуры уже полгода прошли. Медики сверяют данные и дают ей добро на укол спутника «Лайт». Жить хочу, ребят, вы меня, простите, жить хочу. Хоть и столько лет, но я хочу жить. Данный пункт вакцинации открыт с полудня до шести вечера. В связи с возросшим интересом к прививкам задумывались над увеличением времени работы. Но пока такой возможности нет. На Медзиков и без того упадает колоссальная нагрузка. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Миссульяновск.